Знаете, я даже некоторое время видео снимать не буду, по разным причинам. Так что решил добить сколько мог сейчас. Последнее или крайнее приобретение из клинков. Опять Cold Steel. Опять недорогой клинок. Из новой серии. Так называемый Drop Forged. Что это значит? Понятия не имею. Русский перевести при всем желании не смогу. Так что посмотрим. Сделано из стали 52100, высокая углеродка. Длина клинка 5 дюймов. Длина рукоятки 4 дюйма. Толщина клинка 4,5 мм. Посмотрим, что это такое. Так называемый нож для ботинка. Сделанный из одного куска стали. И как это проверить? А легко. Берем магнит и проверяем. Это, конечно, не того цвета, как я надеялся. У них есть такие, знаете, красивые цвета. Но зато очень удобен. В принципе, конечно, можно плести шнуром. Рукоятку, если кому-то требуется. Видите? Drop Forged Boot Knife. И даже какой-то... Нет, патента никакого нету. Тип стали. И выпущен данный клинок в Тайване. То есть китайский нож. Кстати, интересно, у него баланс. Вот он примерно здесь. То есть сертифически его можно даже и метать. Но метать здесь будет сложно. Потому что нужно, чтобы баланс был ближе к клинку. Но все равно интересная вещь такая получилась у них. Честно вам скажу. Сам не ожидал. Очень недорогой вариант. Ну, сравнительно. Как говорится, Cold Steel дешевые ножи не делает. Они делают недорогие. Чисто ради теста. Никакого усилия. Даже страшно немножко. И не забывайте, это 4 слоя. Вот, видите? И очень четкий срез получается. Да, тоже нож пойдет через тест. Тест, явно. Чистый тестовый процесс, который я его закончил писать. Интересные ножды. Полимерные. С разными вариантами. Видите, можно даже вот так вот его восстанавливать. Или здесь. То есть вот так вот его можно на ботинок поставить. Разнообразным вариантом. В принципе, можно и за пояс тоже. Или на какое-нибудь крепление. Используя вот эти прорезы и отверстия. Считаю, своих 30 долларов с небольшим стоит, как обычно. Средняя цена у колстиловских ножей, которые я беру. Единственное, что вопрос будет, насколько быстро он будет ржаветь. Потому что покрытие здесь непонятное. И это все-таки высокоуглеродная сталь. Что значит, если там будет чисто сталь без антикоррозийного покрытия, то будет ржаветь. Так что вот. Вот такой вот интересный нож из их новой серии. Далеко не последний, я подозреваю. Потому что серия недорогая. Гарантия на него. Насколько-то времени интересно. Не написано на сколько времени. Ой, извиняюсь, снимаю поздно вечером. Написано только параметры. Так что вот. Крайнее приобретение из ножевой серии. Надеюсь, было интересно. Посмотрим на него в тестах более позднее время. Или через некоторое время. И отсюда. Краткий настольный обзор. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...